Ребята, продолжаем исследовать секретки в Брукхейвен, и сегодня я нашел очень интересные секреты, которые вам понравятся. Так что, ну, автоматом лайк поставьте под видосом, если вам нравится, и напишите в комментариях свой секрет, если вы его знаете, а мы идем смотреть секреты. Что-то слишком много, я слово секрет говорю? Ну ладно. Итак, Данил Нусубалиев пишет вот такой вот комментарий. Ставишь дом с машинами, там есть секрет. Нет, идешь наверх, заходишь, где секретный сейф, идешь в туалет, в зеркале, есть пространство, уже залайкайте, это правда. 29 лайков, ребята, в комментариях писали, ну, под его комментом писали, что Рил работает, и я, честно, сомневаюсь, но давайте будем смотреть. Я просто даже не понял, что именно мне нужно сделать, и в чем вообще заключается этот секрет, ну ладно. Итак, что нам нужно сделать? Мы с вами спаунимся возле какого-то дома, например, это будет вот этот дом. И нам нужно выбрать дом с машинами. Дом с машинами, это, я так полагаю, это дом с этими, с автосалоном, да? Только где этот дом? Я уже не помню, как он выглядит. Так, не он. Вот этот, по-моему, он. По-моему, вот этот. Ой, чуть не провалился, офигеть. Кстати, вот этот дом, ребята, у нас красным горит. Может, здесь есть какая-то, я не знаю, секретка, связанная с агентством. Давайте вот, давайте вот просто исследуем этот дом и посмотрим. Но для начала я хочу проверить, что имел в виду, так скажем, наш комментатор, да? Что Данилы имел в виду. Итак, идешь наверх, заходишь, где секретный сейф. Так, идем наверх. Так, заходишь, где секретный сейф. Вот здесь он находится, да? Да. То есть вот здесь, если мы нажмем, вот у нас здесь есть секретный сейф. Так, дальше что? Дальше, где секретный сейф. Идешь в туалет, в зеркале есть пространство. Идем в туалет и в зеркале есть пространство. Арил, пространство. А ну, давайте сейчас маленьким сделаемся. Интересно, интересно. Так, залазим внутрь. И что тут? И тут действительно есть пространство. И еще, кстати, немаленькое. То есть мы можем тут полностью спрятаться, нас даже видно не будет. Хотя я не вижу смысла, потому что мы как бы можем сесть в раковину, и нас тоже не будет видно. А здесь как бы, ну окей. Окей, интересно, интересно. Давайте посмотрим, ребята. Этот дом у нас посвящен, ну, что-то с агентством связано. Возможно, мы здесь какой-то секрет с вами не доглядели. Потому что, типа, ну окей, вот эта вот штука классная. Но будет ли что-то еще здесь? Да, потому что, ну, это просто секрет. Это просто секрет и больше ничего. А все у нас дома, ребята, которые красные, да, они у нас каким-то образом относятся к агентству. Возможно, этот дом не исключение, он тоже как-то относится к агентству. Мы найдем здесь какой-то секрет или пасхалочку, или еще что-то, да. Давайте будем искать. Кстати, ребят, не забывайте о моем втором канале Roblox King, где я регулярно публикую видосы. Правда, сейчас давно их не было, но потому что видос сложный. Мы стараемся как можно лучше его сделать. Вот, там сериалы, фильмы по Брукхевен. Поэтому, если вы такое любите, заходите, лайкайте, подписывайтесь. Вот, комментируйте видосы. И всем спасибо, ребята, за то, что подписались. Уже 11 тысяч человек на канале. Это очень приятно, поэтому будем работать и будем радовать вас новыми видео. Ссылочка в описании, либо в закрепленном комментарии будет. Что могу сказать, господа хорошие? У нас здесь такая ситуация. У нас здесь по-любому есть какие-то секретки, либо что-то связанное с агентством. Кроме вот этого, конечно же, сейфа. Потому что, я не знаю, не может быть такое, что вот это и есть секретка в доме. Не может же. Тем более, дом уникальный, интересный. И, в принципе, здесь есть что интересного найти. Надеюсь. Так, давайте будем смотреть. Здесь у нас обычные как бы дома. Ну, не дома, а машины, точнее. Машины-кровати, так скажем. Да, это у нас автосалон. И он у нас как-то... Стоп, погодите. А может быть мы с вами просто глупые? Давайте поймем вообще, что означает вот этот вот красный ободок вокруг домов в Брукхэйвен. Что он может означать? Первое, что бросается в голову, это то, что это у нас какие-то секреты здесь можно найти. Да, либо что-то в этом роде. Но, но, ребята, может быть мы ошибаемся с вами? Может быть дело не в секретах? Может быть дело вообще абсолютно в другом? Да, давайте мы с вами, допустим, откроем вкладку с домами. Да, и будем смотреть, что же у нас за дома такие? Почему они окрашены красным? Потому что там есть какие-то секретки? Скорее всего, ребята, нет. Нет, я вот тут подумал и все-таки понял, почему наши дома некоторые окрашены в красный. Смотрите, у нас есть военная база, она окрашена красным. У нас есть вот это вот дом желтый, и у нас окрашен красным. Вот это тоже еще одно, ну какой-то подземный бункер, да. Черный дом тоже окрашен красным. Кондитерская, которая можно изменять на что угодно. И все в таком духе. Что их объединяет, ребята? Их объединяет то, что это необычные дома. Вот почему они окрашены в красный. Не из-за того, что там секреты. Потому что секреты есть и в обычных домах, да, как мы знаем, например, как во втором доме. А в том, что красные дома обозначают, что это дом тематический. То есть он относится к какой-то тематике. Не просто дом обычный, а тематический. Вот, к примеру, страшный дом, да, тематика. Кондитерский дом, да, то есть, ну, пекарный дом или назвать как хотите. Оранжерея вот такая, да. Например, автосалон, в котором мы находимся. Я не знаю, дом, как он называется, детская площадка, да, к примеру. И вот дом-ракета. То есть это необычные дома, да, поэтому они окрашены красным. И, скорее всего, мы были неправы, когда думали, что если дом красный, то есть это агентство. Нет, красные дома обозначают тематику. То, что они тематические, необычные дома. Не знаю, зачем это сделано, но, видимо, для удобства какого-то. Так, ну, давайте-то посмотрим. Может быть, мы здесь еще какие-то секреты с вами можем найти. Потому что некоторые дома мы с вами не сильно так исследовали. Давайте, наверное, возьмем фонарик вот этот вот. Давайте будем смотреть, что у нас здесь. Тут у нас вот такая вот система. Из коробок. Здесь у нас тоже ничего нет. Ну, как вы видите... Мне сейчас показалось на секунду, что я смог сдвинуть эти коробки. Но нет, не смог. Вот эти... В эти коробки можно зайти. В эти нельзя почему-то. Я не знаю. Может быть, здесь можно что-то нажать. Но на... У меня на улице происходит просто какой-то лютый пипец. А дверь закрывать неохота, потому что очень жарко. Так, и здесь что? Здесь мы видим вот такую ситуацию. Здесь вот такую ситуацию. Нет, ну, по факту секреток здесь каких-то нет. Нет, вы, ребята, можете сами поискать. Глянуть, может быть, я что-то пропустил. Потом написать обязательно это в комментариях, чтобы я перепроверил, да, или посмотрел. Но мне кажется, это все в этом доме. Боже, тут ничего нельзя найти. Мисс Дорис пишет какой-то очень странный баг, да, и все такое. Я знаю один баг или даже секрет. В общем-то, мы идем к больнице, и там будет небольшая постройка с лестницей. Мы берем спальный мешок, становимся максимально большими и пытаемся пробагаться внутрь этой постройки. И там у нас будет анимация, где мы стоим на голове. Только она будет недолго. Да, очень странно, ребята, но давайте будем проверять, что это у нас за какая-то странная анимация. Мы сейчас как раз-таки находимся с вами в доме, который мы только что проверяли. И давайте, ну, во-первых, уберем дом. Нам дом с вами не нужен. Давайте мы сейчас сядем на байк и поедем в больницу, да. Куда нам там надо поехать? Я так и не понял. Небольшая постройка с лестницей. Я так понял, это то, что у нас на крыше в Брукхейвен находится, да. Точнее, не Брукхейвен, а в этой больнице. Так, едем. Сейчас бы... Отлично ты приехал. Молодец. Так, ты встать не хочешь? Бродан. Ладно, он не хочет вставать. Очень странно, конечно. Обожаю мопед этот. Мопед этот очень смешной. Так, ну что, едем. В данный момент, ребята, мы находимся возле больницы. И нам... Слушайте, а это же шлагбаум вообще работает. Блин, Джан не работает. Было бы классно, если бы он работал. Так, ладно, подъезжаем. Вот как вы думаете, ребята, мало людей, которые играют как-то в ролплей в Брукхейвен? Я не знаю, почему. Мне кажется, нужно увеличивать размер серверов Брукхейвен с 18, там, до... Я не знаю, 28 хотя бы. Или до 38. Чтобы как можно больше людей. Или даже, я не знаю, до 40, что ли. Конечно, это немножечко производительность у некоторых людей убавит. Но хотя бы будет какая-то вариативность, и будет интересно. То есть все будут чем-то заниматься. Кто-то будет работать, кто-то еще чем-то. Потому что город большой, людей мало. И невозможно сделать так, чтобы здесь что-то функционировало. То есть, например, ты хочешь зайти в Старбакс. Там хочешь, чтобы был какой-то работник, да? Но работник ничего там... Ну, вообще там нет никого работника. Вот это очень сильно бесит. Либо сделать зарплату. Да? Что довольно-таки неплохо. Типа пошел работать в Старбрукс. Получаешь зарплату. И за эти деньги, не знаю, можно покупать какие-то скины, например. Да? Либо еще что-то. Ладно, давайте спускаемся вниз. У нас здесь есть штука с лестницей, да? Я так полагаю, это то, что нам нужно. Постройка с лестницей. Мы берем спальный мешок, становимся максимум большим. Пытаемся порограться внутрь этой постройки. Там будет анимация. Что за постройка с лестницей, я так и не понял. Где она находится-то? Это постройка с лестницей? Ну, это явно не здесь. Может быть, в эту постройку нужно? Давайте посмотрим. Потому что, ну, багаться в тот секрет, который у нас находится вот здесь. Ну, типа, зачем? Мы же просто внутрь залезем, реально? И ничего такого тут интересного не будет. Ну, ладно. Блин, хочу такие же секреток классных, как сейчас. Вот, как вот эта вот секретка. Чтобы можно было исследовать какие-то доводы, либо еще что-то делать. Мы уже с вами все что угодно тут переболтали с вами. Ладно, давайте попробуем заехать, залезть или еще что-то сделать. Это абсолютно полые эти. Абсолютно полые. Так, давайте маленькие сделаем. Точнее, не полые, а наоборот. Плотные вот эти блоки, которые, ну, в которые внутрь не зайти. Так, нормально, я поставил так. Может, как-то так? О, байкеры гонят. Такс. Не, ничего не работает. Давайте побольше вот сюда вот поставим. Такс. Нужно как-то максимально сильно. Так, давай вот так. Нет, ребята, я так и не понял, куда нам нужно забагаться. Напишите в комментариях, как вы думаете, куда. Но, знаете, как бы этот комментарий 21 лайк набрал. И хотелось бы, чтобы это все работало. Не знаю, ребят, нахера вы лайкайте то, что не работает. Хотя кто-то там даже писал, что это работает. Не, не, так и не понял. Ладно. Что, очень странно. Многие писали, что это работает, но это нифига не работает. Я так и не понял. Может, ой. Может, сюда нужно в лестницу как-то забагаться или что? Не знаю, давайте попробуем. Ну, давай. Давай, давай. О! Ну, я не знаю, ребята, серьезно. Я не понял, что от меня хотят. Но, окей, давайте двигаемся тогда к следующему секрету. Михаил пишет такой секрет. Брай секретка. Ставишь спальный мешок в фонтан, выпрыгиваешь, и ты в секретке для пряток. Окей. Звучит интересно на самом деле. Давайте проверим. Может быть, это будет работать. Хотя, звучит сомнительно. Немного людей это лайкало. Но, знаете ли, как это все бывает. Блин, мне кажется, я зря стал большим. Потому что для этого, скорее всего, нужно быть маленьким. Ну, давайте глянем. Итак, мы двигаем с вами вот сюда. Это у нас вот такой вот фонтан. Только вот я не понял, куда именно нужно фонтан. Бага, достаем ее. Ладно, давайте будем сейчас проверять. Давайте встанем маленьким. Становимся маленьким. Далее берем спальню. А, у меня есть спальный мешок, все нормально. Ставим его. Давай вот сюда ставим, например. Прыгаем, ничего не происходит. Так, вот сюда может быть. А ну-ка. Блин. Я, кстати, не могу здесь пролезть. Да не в ту сторону. Да не в ту сторону. Что такое? Я не могу поставить его так, чтобы прям залезть внутрь. Тут ничего нет. А куда? Может быть, вот сюда нужно забавиться? Окей, я не понял. Еще раз. Давай. Так, нет. Это вот нужно как-то вниз, что ли? Вот так? Нет, тоже не... Ой-ой-ой. Ребята. Смотрите. Что это такое? Я как будто плаваю. Но я не плаваю. Нифига себе. Вот это баг прикольный. Посмотрите, ребята. И что, я так могу, что ли, долго ходить? Ребята, смотрите. Окей, это интересный багаж. Ой, все, прошло. Черт, я еще раз хочу. Капец, вы видели это? Это что такое было? А ну. Это, конечно, не то. Место для пряток мы с вами тут никакой не нашли. Но... Так, чтобы не в ту сторону. Но сама вот эта штука прикольная. Так вот, мы стали большим. Выпрыгиваем. И вроде как ничего не происходит. Ой-ой-ой. Ребята, мы упали с вами. А ну еще раз. Блин, мне кажется, нужно просто как-то нормально забагаться. Давайте попробуем вот сюда. Ой, тут вообще балдеж, мне кажется. Не, это не... Ой. Нет, ничего не работает. Типа тут есть какие-то, да, баги или прочее. С этим фонтаном. Видите, я рядом хожу. Он почему-то решает поплавать. Смотри. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин, я как Супермен какой-то, смотрите. Слушайте, выглядит прикольно на самом деле. Может даже ускориться, смотри. Так, а на спине давай. Так, а на спине не могу. Служители, а, офигенно. Если мы прыгаем, то это проходит. Окей, ладно. Я так и не понял, в какую секретную комнату. Типа вот в эту, что ли, можно залезть. Но я не знаю, каким образом это можно сделать. Это нужно прям жестко, мне кажется, забагаться. Или что-то в этом роде. Но, окей. Ладно. Звучит интересно. Мы только вот такой вот интересный баг нашли. То, что мы можем плавать здесь, да? На земле. Но это, походу, все, ребят. Потому что, ну, мне кажется, что здесь как-то пролезть. Я помню, я как-то пролезал. Я как-то пролезал сюда, но я не помню, что мы, как мы это все делали. Как мы это все делали. По-моему, мы делали это с помощью стремянки или что-то в этом роде. Вот, типа, вот так вот мы как-то делали. И как-то залазили внутрь, потому что стремянку можно было как-то вниз поставить. Но у нас, видите, как бы тут ничего не работает. То есть мы ни стремянку не можем. Мы уже как-то залазили. Посмотрите одно из моих видео, ребята. Это очень давно мы снимали. И мне кажется, что как-то залезть сюда можно. Мы даже как-то это делали. Но сейчас, я не помню. Я помню, я как-то отсюда залазил. Вот, и как-то сделал. Как-то пытался туда попасть. Но ничего у меня не получилось, короче. Но я что-то помню, мы и делали. Мы прыгали здесь или еще что-то. Прям внутрь мне удавалось залезть. Но я вообще не помню, как. Если вы знаете, ребята, напишите в комментариях, как. Но у меня вот пока что не получается.